Продолжатся или нет аварийно-спасательные работы по поиску людей, провалившихся 4 января в шахту на руднике Майкаин Золото, зависит от проекта со всеми его планами, экспертизами и заключениями. Но есть одно «но». Проектные организации Казахстана отказываются его делать. В чем причина, расскажет Валентина Леонова. Работы по поиску провалившегося под землю автобуса со спасателями в Павлодарской области будут возобновлены лишь в том случае, если спасателям будет предоставлена 100% безопасность. Для этого руководству предприятия необходимо заказать проект, в котором будут отражены все экспертизы по оценке рисков, заключений, исследований и степень опасности. Казахстанские проектные организации отказываются делать такие проекты, так как в случае чрезвычайной ситуации понесут уголовную ответственность. Да и кроме того, как оказалось, у руководства предприятия нет средств для заказа проекта. «Дело в том, что проекты эти разрабатывают и планы владелец объекта. Никто кроме них. Они говорят, мы не будем делать, у нас денег нет. Все деньги сейчас нужны для того, чтобы начать производство. Ботин такой сказал». Поисковые работы на шахте будут продолжены только в том случае, если ее владельцы организуют для спасателей полную безопасность при проведении работ, разработав план дальнейшей работы. Предприятие частное, именно его руководство будет принимать решение для возобновлений или приостановлений спасательных работ. «Мы пойдем работать, если обеспечим 200-процентную гарантию безопасности спасателей, которые будут работать внизу. Там же не только наши спасатели. Почему? Потому что человек не может пятитонные иглы бы поднимать. Там же экскаваторы будут работать. Там пятитонники или десятитонники, там тридцатитонники, какие примут решение». Когда продолжатся и продолжатся ли вообще спасательные работы на шахте – большой вопрос. Вопрос прежде всего к руководству предприятия. Родные верят, что тела их близких будут найдены, а люди в социальных сетях предлагают засыпать место аварии и установить памятник погибшим, дабы не рисковать жизнями еще и спасателей. Стоит отметить, что в Майкаине все еще сохраняется угроза жизни жителям жилых домов, расположенных вблизи места обвала шахты. И 1 марта была объявлена ЧАЭС техногенного характера местного масштаба. Валентина Леонова, Дельхан Муталяпов, Ирты Сакпарат.